Талант, терпение и труд – главные принципы, которые обязательно приведут к победе. Так считают и сами конкурсантки, и организаторы состязаний. Задача перед участницами стоит одна – за два часа справиться с заданием. Но для всех оно разное. Кто-то должен сделать прическу, кто-то – создать калаш платья из ткани и подручных материалов на бумаге, а кто-то – сшить и связать изделия по образцу. Меня бабушка учила вязать, но потом я ходила на кружок. И руки сами привыкли, и теперь быстро получается. Пальник хочу сейчас связать, плаками с ним получается. Почему? Сильно сложная схема. Самое популярное направление конкурса – дизайн. Одно из условий – предоставить эскизы карнавальных платьев, которые девочки выполнили дома. Оценка жюри влияет на результат. Здесь постановка фигур правильная. Во-первых, здесь подобрано сочетание. Везде оформлен фон и законченная работа. Так будем говорить, что если это карнавал, значит это карнавал. Здесь всё связано с этим. Дополнительные навыки и курсы – хорошее подспорье для участниц. В основном все требования конкурсанткам предъявляют на основе школьных уроков технологии. Креативность также важна. В этот раз я не стремлюсь к победе. Я пришла первый раз, чтобы посмотреть, как здесь делают ребята. И, наверное, в следующем году я уже буду настроена на победу. Парикмахерский салон полностью похож на настоящий. Здесь и зеркала, и средства для укладки, и аксессуары для волос. Плетение кос не выходит из моды. Простая и эффектная прическа остаётся уже несколько лет фаворитом среди участниц конкурса. У нас было два месяца, и как-то один месяц мы просто думали там. А вот последнюю неделю мы искали в интернете, нашли. И вот решили ещё, смотря от длины волос, от всего, что у нас есть, мы придумали, сделали. Участвуем первый год, поэтому не знали, как, что. И вот так сделали. Ежегодно количество участниц остаётся на одном уровне – около ста девочек. Все они ученицы с пятого по одиннадцатый класс. Для одних состязание профессионального мастерства – это проверка своих умений. Для других – достижение главной цели – победы. Есть такие примеры, и они даже, я считаю, что не единичные. Когда они заканчивают, вот именно становятся победителями конкурса, потом они заканчивают колледж, идут обучение, проводят обучение дальше в ГОЭСе, университете, и потом уже становятся сами преподавателями. Треть участниц, а это 27 школьниц, обошли соперниц. Победительницы конкурса мастерства получили сертификаты на бесплатное обучение в колледже в ГОЭС.